Поймал таки вас скрытный градоначальник. Оставьте, сударь, оставьте! Чего так? Вы сердитесь? Должен вам заметить, милостивый государь, что я вовсе не потерплю вашей фамильярности. А вы все-таки сердитесь. Молчите! Молчите же, наконец! И не смейте! Вот. Опять нашли на фабрике. Вам таки ничего не известно. Ну, а я этих листовок вам сколько угодно натаскаю. Ну да, топор. И тут та самая. Может, вы мне извините, Андрей Антонович, но в одной строчке такой прокламации более смысла, чем в какой-нибудь вашей канцелярии. Но там приглашение к разрушению церквей. Вы же умный человек. И, конечно, сами не веруете. Но понимаете, что вера нужна, чтобы народ дурачить. Это у нас рано. Рано. Мы вам не враги, нет. Мы вам говорим, идите вперед, прогрессируйте, расшатывайте старые подлежащие переделки. Но мы вас когда надо сдержим в необходимых пределах. Мягкий вы человек, Андрей Антонович. Тут надо бы по-старинному. Что значит по-старинному? Я на фабрике, когда была холера, мы все вычистили. Я сам влел. А Шпигулин и фабрику все равно закрыли. А между рабочими бунт. А бунт? Перепороть их всех. И дело с концом. Бунт вздор. Я не такой уж мягкий. Ну это все к черту. Я вам пришел сказать серьезную вещь. Дело для меня важное. Я пришел просить вас спасти одного человека. Во имя его молодости. Во имя вашей уманности. А за кого вы просите? Это... Ай, черт, а! Ну я ведь не виноват, что в вас верю. Вы поймите, что я называю вам его имя. Я ведь вам его предаю. Но ведь предаю не так. Ну а как же я могу угадать, если вы не решаетесь высказать? Всегда вот подкосите этой вашей логикой, а? А, черт, а! Это Шатов. Вот вам все. Шатов? Это он, автор? Да нет, Шатов это студент, который Ставрогину по щечину дал. Спасти его прошу, понимаете? Так это он виновен в прокламациях? Слушайте, вы мне Шатова отдайте. А там черт зерей их всех остальных. Жалкая кучка, полагаю, человек пять, семь, девять, десять. Я сам за ними слежу от себя. Но надо еще шесть дней. Если хотите какого-нибудь результата добиться, не шевелите их еще шесть дней. А пошевельте раньше. Гнездо разлетится. А главное-главное, не полсловечка, Юлия Михайловна. И секрет. Разве вы, Юлия Михайловна, ничего не открывали? Да сохрани меня и помилуй. Я слишком ценю ее дружбу и высоко уважаю. Ну там все это. Ведь она отсюда хочет удивить Петербурга. Нет, слишком горяча. Вот. А в ней есть несколько этой фуги. Вот именно фуги. Пусть она женщина гениальная, но Воробьев она распугает. Распугает. Агорь Негода .